МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события дня в репортажах журналистов МТК-видео на Магаданском телеканале в этом выпуске. Дальневосточная ипотека стала доступнее. Теперь купить жилье в кредит под 2% можно на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Подвиг снова в строю. В Магадане возобновил свою работу военно-патриотический клуб. В настоящее время ведется набор юношей от 8 лет. В поселке Уктар появится современная игровая площадка с нуля. Специалисты комбината зеленого хозяйства продолжают работу по комплексному благоустройству. В Магадане состоялось второе внеочередное заседание Магаданской городской думы 7-го созыва. На мероприятии депутаты обсудили три важных вопроса, одним из которых стал предстоящий выбор главы города. Решением думы внесены изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Были устранены неточности в отдельных формулировках, влекущие двоякое толкование, а также увеличен до 10 рабочих дней срок, в течение которого комиссия должна провести свое первое заседание. Ранее он составлял 5 рабочих дней. Город вступает в новый период, в новый цикл пятилетний, и это будет первое, самое важное решение Магаданской городской думы о принятии мэра. Мы планируем, что это заседание состоится 25 ноября, на котором из предложенных кандидатур будет выбрано по оценке депутатов наиболее достойное, соответствующее предъявляемым требованиям и тем целям и задачам, которые ставит президент, губернатор. Начинается сбор документов, для предоставления отводится 45 суток. За это время достаточно для сбора необходимых документов, различных справок, форм, и это делает еще более открытым и доступным этот институт выборов мэра. Кроме того, на заседании депутаты единогласно утвердили решение о формировании избирательной комиссии Магадана в связи с истечением срока полномочий органа. В результате будет сформирован новый состав в количестве 12 членов с правом решающего голоса. Прием документов начнется с момента официального опубликования документа, которое произойдет 24 сентября. Специалисты комбината зеленого хозяйства продолжают облагораживать дворовые территории Магадана. Уже выполнено около 70% от запланированного объема. Сегодня бригада ведет работы по установке малых архитектурных форм во дворе дома по улице Колымская, 11. На данной площадке предусмотрено две скамейки, две урны, 18 секций ограждений и детский городок. Для установки всех форм на данном объекте у нас предусмотрено еще два дня. То есть сегодня мы закончим часть ограждений и установим все малые архитектурные формы. Между тем, комплексное благоустройство с озеленением специалистами КЗХ ведется на улицах Карла Маркса, Парковой, завершаются работы по Колымскому шоссе. Затем высадка деревьев и кустарников, а также формирование газонов предусмотрено в районе нового строящегося бассейна по улице Октябрьской. Кроме того, на этой неделе специалисты приступят к установке игровой площадки в поселке Уптар. Все работы будут завершены до наступления холодов. Ипотеку на жилье в Магаданской области можно взять по 2%. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, которое позволяет воспользоваться дальневосточной ипотекой еще большему количеству россиян. Жилье на вторичном рынке можно приобрести на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Раньше это возможно было сделать только на территории сельской местности. Новое условие будет действительно при заключении кредитного договора на дальневосточную ипотеку до конца 2021 года. Кроме того, жители других регионов России смогут воспользоваться льготным кредитом по 2% при переезде на Дальний Восток. Если кредит выдается на строительство дома, в качестве залога теперь можно использовать недвижимое имущество из любого региона. Также увеличили максимальный срок погашения с 240 до 243 месяцев. Это касается участников региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Специалисты считают, что такая мера поможет привлечь в Дальнем Восточный федеральный округ высококвалифицированных специалистов. Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребенка. Решение принято в связи с обновлением численности получателей пособия. Магаданская область получит более 188 миллионов рублей. На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направит еще более 2,5 миллиардов рублей. Дополнительные средства поступят в 36 регионов. В целом, в 2020 году на эти выплаты будет направлено более 50 миллиардов рублей. Именно такой объем финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке. Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет более 10 тысяч рублей. Кроме того, Магаданской области выделят деньги на повышение доступности дошкольных учреждений для самых маленьких детей от полутора до трех лет. В 2020 году сумма составит свыше 100 миллионов, в 2021 – почти 300 миллионов рублей. Всего в этом году планируется создать около 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Это позволит еще большему количеству семей устроить своего ребенка в детский сад без очереди. Магаданский клуб «Подвиг» полностью возобновил свою работу. Из-за коронавируса 18 марта 2020 года военный спортивно-технический клуб вынужден был уйти на дистанционное обучение. После летних каникул учреждение патриотического воспитания открыло свои двери для воспитанников 14 сентября. Сегодня в строю все преподаватели спортивных секций и ученики полноценно вовлечены в основные образовательные процессы. В данный момент мы работаем таким образом, что дети у нас входят в помещение с двух входов, то есть это центральный вход и запасной вход торцевой. Разбили на 10 групп, то есть раньше, если у нас дети занимались просто в две смены, сейчас у нас 10 групп от того состава, который есть курсантов, и, соответственно, у каждой группы свое расписание занятий. Секции возобновили работу все, потому что педагоги уже большинство вышли на работу после отпускного периода. В клубе «Подвиг» сейчас идут работы только по основным образовательным программам. Проведение массовых мероприятий перенесли на онлайн-площадки и проводят в социальных сетях. Сегодня спортивно-технический клуб обучает лишь 50% воспитанников от возможных 100 человек и продолжает вести набор юношей и молодых людей в возрасте от 8 до 27 лет. 64 новых случая заражения COVID-19 выявлено в регионе за последние сутки. По данным областного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области обследовано 64 285 человек. Всего заболевших за весь период 2822 человека. Выписано с выздоровлением 2090 человек. 25 человек не справились с заболеванием. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии и привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карла Маркса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин «Контрактные автозапчасти» реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-900-14-850-4050. В Магадане переменная облачность без осадков. Температура ночью 1-3 градуса выше 0, днем столбики термометров поднимутся до 9 градусов. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Влажность составит 62%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин